Я начинающий автор. О чём мне писать? Такой вопрос периодически мне задают в личных сообщениях. Ну, для начала, задай себе вопрос. Я его и сам себе периодически задаю. Да какой ты к чёрту автор? Артиллерист писарчуком! Вот если ты не знаешь, о чём тебе писать, так может тебе и не нужно этим заниматься. Ну то есть, для чего ты это делаешь? Для того, чтобы заработать денег? Или может быть для того, чтобы получить какую-то популярность? Ну скажем, ты в школе учишься и перед друзьями хочется похвастаться, что у тебя там личный блог. Это как вот сейчас новомодная тенденция. Вложил ты там 500 рублей в инвестиции и говоришь всем, что инвестициями занимаешься. Снял какой-то ролик на YouTube, всем говоришь, что ты YouTube-блогер. Я, кстати, до сих пор, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, стесняюсь сказать это слово, что я блогер. Просто так скромненько говорю, что пишу статьи. Да шо ты говоришь? Так вот, в общем, это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Задал себе вопрос. Молодец. Так что не так с текстами, которые периодически появляются на Яндекс.Дзен? На Пульс, на других блогерских площадках. Те, которые сейчас в массовом порядке публикуют начинающие авторы, которые на самом-то деле и не авторы вовсе. Что не так даже с моими текстами. И позже я расскажу почему. Но, в общем-то, главная проблема в том, что это тексты ни о чем. То есть какие-то семь правил успеха. Как стать более уверенным? Сколько весит солнце информации из Википедии? По сути, все это переписывание какой-то информации, которая уже есть в интернете. Ее заново копируют, описывают своими словами, и ничего в них нового нет. Какой же ты автор, если ты это все переписываешь? Проблема в том, что здесь нет какой-то позиции. У человека нет позиции. Он именует себя автором, а позиции никакой нет. Ты не высказываешь свое мнение, боишься, что кого-то заденешь, боишься, что кого-то обидишь, учитывая последние законодательные изменения. Это и вовсе стало опасно. Здесь наши полномочия и все. В итоге, что мы имеем? Большой-большой массив статей, где первая категория статей, это статьи, ни о чем они описывают то, что уже есть в интернете. То есть назовем их просто бесполезные советы, бесполезная информация, бесполезный текст, куча воды. Можно писать такое, но называть себя после этого автором, ну, наверное, какой-то мувитон. Вторая категория текстов, может быть, тексты даже по каким-то резонансным событиям, но без позиции автора. Почему-то начинающие авторы, да и просто авторы, да любые авторы пишут тексты, стараясь вот как раз никого не задеть, никого не обидеть. Пишу, чтобы всем угодить. Качественный контент. То есть, не знаю, если это текст по истории, и он, скажем, о гражданской войне в России, предположим, то такой автор напишет, что, ну, в принципе, и у красных были хорошие положительные герои, и у белых была своя правда, и в итоге там не было плохих, не было хороших, я пытаюсь всем угодить. Но на самом деле, как показывает практика, это путь в никуда, потому что одна сторона подумает, что ты пытаешься оправдаться перед той стороной, а та сторона подумает, что ты пытаешься угодить этой стороне, и в результате останутся недовольными все. Или даже если останутся довольными все, то никто тебя все равно не будет читать, потому что, как я уже сказал, никакой позиции в твоих текстах нет, потому что никакой индивидуальности авторской тоже нету. Но чтобы ее выразить, необязательно крыть всех матом. И тут мы переходим к следующей проблеме. Скажем, ну, возьмем тот же Яндекс.Дзен. Чтобы тексты были живые и яркие, в них должны быть своеобразные, интересные речевые обороты. На, серьезно? Ты не верил? А Дзен часто просто с этим борется. Попробуй написать там какое-нибудь ругательство. Он тебя сразу влепит об сценную лексику. Это в лучшем случае. Ограничит твою статью, ее больше никто не увидит. И все, и не будешь больше писать такие статьи с эмоциональным выражением своих чувств и взглядов. После этого авторы, конечно, думают, ну, зачем я буду так стараться? Возьму-ка я лучше напишу вот что-то такое нейтральное. Так если ты пишешь нейтральное, то, наверное, это уже не авторский блок, а какая-то сводка новостей, либо старости, если канал по истории. Авторский блок, наверное, тем и ценен, что сам автор может выразить свою точку зрения и отношения к тем событиям, которые произошли, либо произойдут. А на Яндекс.Дзен, скажем, это все пытаются как-то вот затоптать. Авторы качественного контента для нас прям настоящие сокровища. Вернее, тут я, наверное, несправедлив. Вы в любом случае можете написать по любому событию, что я считаю, что это плохо. Но уже нельзя написать, что я считаю таких-то людей всеми нехорошими словами, и они меня бесят. Скажут, вы выражаете агрессию, скажут, вы выражаете какие-то нехорошие чувства, а мы стараемся, чтобы у нас был канал добра и позитива. Ты что, больной или ударился? И так что фиг вам, а не выражение вашего авторского мнения. И ладно, я понимаю, что жестить, может быть, оно и не стоит жестить. Ну, то есть, кажут ли в статье выражать негатив, но ведь в то же время Дзен активно продвигает всякие статьи про то, что, не знаю, запихнул мармелад в мясорубку, показываю, что получилось. Открыл консервную банку там с тушенкой, показываю, что было внутри. И это все спокойно существует на Дзен. Покатался на новой Ниве, рассказываю, как оно. То есть, Дзен всячески приветствует, когда человек занимается описательством, но не писательством. В чем отличие? Ну, просто описательство, это что ты описываешь, что я побывал в том-то городе, я увидел то-то, то-то. А авторство, на мой взгляд, подразумевает, что ты все-таки выражаешь свое мнение, говоришь, что я побывал в том городе, и там вот это, вот это, вот это полная хрень. А вот это и вот это мне понравилось. Вот это, вот это в общественном явлении, я считаю, позитивными тенденциями, а вот это вот негативными тенденциями. И если у тебя есть свое мнение, это интересно читать. Если мнения нет, если ты просто описываешь, ну, может быть, и интересно. Но это, опять же, сейчас скатывается в открыл консервную банку, показываю, что внутри. И меня это, на самом деле, очень сильно огорчает. Я знаю, что многие в комментариях напишут, что если ты начал писать на площадке, то принимай ее правило. Правило устанавливает площадка. Это все понятно. С одной стороны так, с другой стороны выбора-то особо нет. Есть парочка площадок, на которых мы с вами можем писать, и выбора у нас нет, чтобы принять, не принять эти правила, если нам не нравится уйти куда-то в другое место. В общем-то, хочешь пиши, хочешь не пиши. Мне тут напоминает немножко Советский Союз. Власть твоя уж ты как хочешь, обожанная власть. Когда ты, в принципе, тоже мог писать и складывать в стол, но стоило тебе попытаться что-то издать, как появлялась куча цензоров, которые могли выпустить твой текст, могли не выпустить, могли тебя даже за него посадить. В данном случае у нас просто накладываются санкции. И ты мог так же писать и складывать в стол, так и здесь. Ты вроде написал текст, но если нарушил правило, то его никто не увидит. А так бы хотелось писать, чтобы не оглядываться на какие-то правила, не оглядываться на какую-то цензуру. Причем, когда пишешь какой-то текст, у тебя целых два цензора. Первый, товарищ майор, потому что у нас есть законодательство российское. Здесь наша полномочия и все. И второе, сама площадка и ее алгоритмы, которые смотрят, как бы ты там не использовал какие-то лишние речевые обороты, которые неуместны. Это все сильно ограничивает творчество. А творчество оно такое. Не терпит ограничений. Доходит ведь даже до абсурда. Скажем, вот есть канал по истории. Пишешь там про какие-то сражения. И не можешь написать слово «выстрелил», потому что если у тебя будет много таких слов в тексте, то, скорее всего, к ним кто-нибудь придерется. Скажем, будет проверять какой-нибудь талокер и по умолчанию поставит, что у тебя тут трагический контент. И приходится обтекаемыми какими-то формулировками, какими-то другими речевыми оборотами, скажем, вместо «выстрелил» написать, нажал на спусковой крючок. И тебе в комментариях начинают писать, что «Так и так, автор, смотри, что за детские речевые обороты, что за странный язык ты используешь». Ты не можешь людям объяснить, что ты используешь такие речевые обороты просто потому, что боишься, что площадка как-то негативно отреагирует на твой текст. Не можешь им объяснить, что ты и сам не хочешь так писать. Ты хочешь писать по-другому, ты хочешь писать свободно, ты хочешь писать так, как тебе нравится, но нет, нельзя. Вот и правильно. А ведь творчество, оно в таких условиях просто загибается. Другое дело, что всё, конечно, зависит от того, ради каких целей ты пишешь. Одно дело, если ты хочешь заработать денег, второе дело, если ты хочешь, там, не знаю, получить какую-то известность, третье дело, если ты просто пишешь для себя, и тебе плевать, кто это будет читать. Именно поэтому, наверное, у меня на Яндекс.Дзон целых три канала. Канал по истории, канал личный блог и канал про фильмы. Но, скажем, у меня нет канала, на который бы я писал, прям заставляя себя. Тот же канал по истории, ну, я со школьной скамьи люблю историю. Нравилось мне какие-то события изучать, нравилось мне какие-то подробности выяснять из дней давно минувших. Канал личный блог, это канал, на котором я скорее экспериментирую. Ну, те же статьи из разряда, открыл консервную банку, смотрю что внутри, мне интересно, как это на Дзен зайдёт, что там произойдёт. Я потом могу описать вам и сказать, что вот то-то, то-то. Так-то отреагировали на статью, так-то там её прокомментировали. Дзен вот это забанил, не забанил. В общем, канал экспериментов, плюс я могу писать какое-то своё мнение, не особо озираясь на то, что там кому-то оно не понравится или кому-то понравится. Ну и канал на самом деле получает такие очень мизерные охваты, потому что канал обо всём, это одновременно канал ни о чём. Лучше выбрать одну тематику и писать на неё. Это если ты хочешь продвижения. Вот. Канал про фильмы, ну, его я, кстати, тоже заводил, скорее для того, чтобы показывать в своих видеоблогах. Скажем так, у меня не так много любимых фильмов, я не смотрел их сотнями, а статьи на Яндекс.Зан лучше писать каждый день. Так вот, я просто не могу каждый день смотреть какой-то фильм. Словом, бац-бац и мимо. И поэтому сперва я описал все фильмы, которые я действительно посмотрел, а потом просто искал какие-то интересные киноляпы, интересные факты из фильмов. Конечно, можно об одном фильме писать по нескольку раз, но если ты действительно киноман, то это тема твоя. Я не такой большой киноман, поэтому на данный момент канал можно сказать, что я забросил. Может быть, я туда что-то ещё буду писать. Но, во-первых, тематика, хоть и популярная, но не очень прибыльная. Во-вторых, нет у меня столько фильмов, которые я могу описывать. Так что канал пока находится в забвении. В целом же, что хочу сказать. Если вы хотите знать, о чём вам писать, не нужно у меня спрашивать. Вы у себя спросите. Это главная мысль. Спросите у себя, о чём вам писать. Никто лучше вас ответа на этот вопрос не знает. Можете почитать какие-то рекомендации в интернете, но я вам явно на этот вопрос ответа не дам. Вот. Ну, а у меня на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok